Девушки отдыхают Мусор не тетка. Поможет ли очистить львов от нечистот голодная атака самопомичи на администрацию президента? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Недели, которая совершенно неожиданно получилась, ну, пожалуй, одной из самых громких в этом году. Все-таки в Верховной Раде оказались сразу пять представлений о лишении депутатов такого важного для них иммунитета. И это за считанные дни до летних парламентских каникул. На последнюю июльскую рабочую неделю политики и так откладывали все самые сложные решения. Однопенсионная реформа чего только стоит. А тут еще и вопрос о неприкосновенности дополнительно расколет зал. Для каких решений у депутатов все-таки есть голоса? И каких еще сюрпризов они ожидают за оставшееся до каникул время, узнавала моя коллега Екатерина Лысенко. Свою предпоследнюю рабочую неделю депутаты посвятили не столько борьбе за законопроекты, сколько внутренним войнам. Первый бой на поле взаимных претензий начал глава фракции Самокомич, объявив голодовку. Есть политическая маніпуляция и политический тиск не принимать твердые побудовые отходы только из Львова. Политика упокорения оппонентов имеет два последствия. Протест и рабство. Львовцы, как и все украинцы, рабами не будут больше никогда. Андрей Иванович, негайно вы решите проблему с сметтем, або добровольно дейте в отставку. Так, и дейте в отставку, потому что вы не можете это сделать. Возможно, голодный протест и мусорная проблема и дальше были бы главной темой, но разгорелся скандал еще более грязный. Сразу двух нардепов коалиции НАБУ заподозрила в получении взятки за регистрацию проекта о добыче янтаря. Якобы цена вопроса 200 тысяч долларов совместная операция НАБУ и ФБР. Депутаты пошли в словесную контратаку. Ну а дальше больше. Буквально в считанные часы в Раде был уже коллективный список нардепов, которые могут лишиться мандатов. В Полякову и Розенблату добавились еще трое. Голесдовгий из воли народа фронтовик Евгений Дейдей, которого подозревают в незаконном обогащении, и радикал Андрей Лазовой, который, по мнению Генпрокуратуры, уклонялся от уплаты налогов. Никакий тиск, никакие репрессии против реальности украинской опозиции, против нашей радикальной партии, не мусять нас отступить и поддерживать уничтожение медицины, поддерживать пенсионный год, поддерживать найдорожшее, что мы имеем в украинской земле. Мы решили, что будем и дальше стоять на своих позициях. Какая оппозиционность? Я же говорю, они очень хорошо волнуют на президента, критикуют, но потом идут и одноголосно голосуют все, что им спускается, какая команда. Вот они все, вся их оппозиционность в этом и заключается. Пять представлений, которые Генпрокурор внес в парламент, тут же попали в профильный комитет, который возглавляет фронтовик. А учитывая, что рассматривать придется представление на двух однопартийцев, можно ли говорить о политической беспристрастности? Теоретически это возможно. Чтобы на этой сессии, до закончения этой сессии, до последней декады липня, эти вопросы были подготовлены к расследованию. Если будут они расследоваться, это уже политическое вопрос. Мы договорились через неделю, то есть с 3 по 7 липня, запланировать пять заседаний комитета. В понедельник, вторник, середина, четверг и пятница. И выделить день комитетской работы, чтобы, соответственно, к регламенту расследовать все пять поданий. Это будет политика фракции. И корпоративная такая взмога депутатов, она будет максимально затягивать расследование и регламентным комитетом, и расследование Верховной Рады. Впрочем, и в БПП и в Народном фронте уже сейчас дают понять, что так просто лишать иммунитетов своих они не собираются. Некоторые называют агент под прикрытием в нашем ГК и в Европейской Конвенции защиты прав человека. Назвестно, провокация взят. Я думаю, что мы будем читать документы, разбираться. Но самая показательная законодательная схватка была, пожалуй, за бюджет. Правительство захотело его изменить на 24 миллиарда гривен. Мол, деньги нужны на субсидии, бесплатные лекарства, зарплаты в оборонке и медицине. Документ внес премьер в надежде на успех, но наткнулся на неподдержку и даже элементы воспитательной работы со стороны коалиции. Не голосование этого закону приведет к кризи проплат. Я прошу коллег по фракции Блок Петра Порошенко, пожалуйста, поддержите это решение за основу и в целом. Вы дали только 60 голосов, а у вас в зале на самом деле больше. Мне кажется, это важно, чтобы до законопроекта про изменения бюджета были финансовые и экономические оборудования. На жаль, их тут нет. Я понимаю, что ограничения в часу, но вместе с этим. Насколько это является уважением к парламенту Украины, Володимир Борисович, когда такие важные документы вносятся за несколько часов? Почему не проголосовал Блок Петра Порошенко, часть Народного фронта? Я думаю, что, может быть, идет какая-то недомовленность по распределу этого бюджета. В итоге 264 голоса в первом чтении и провал в голосовании за закон в целом. Премьер ушел с неокончательным бюджетом, утверждать который предстоит на последней пленарной неделе. На ней же, возможно, еще одно ключевое голосование за пенсионную реформу, которую на этой неделе, наконец, зарегистрировали в парламенте. Треба очень важно смотреть в детали, каким образом, какими экономическими показаниями оборудованы вот эти сближения, которые сегодня уряд предлагает. Поэтому на сегодняшний день просто сказать, что можно поддерживать тот или иной законопроект. Это очень важно. Очевидно, что уряд будет говорить людям, что мы готовы подняти пенсии, а вот парламент это гальмует. И, конечно, парламент должен это отримать и начать рассмотреть на своем майданчику и дать ответ на ключевые вопросы. В какой способ государство собирается обеспечивать всех пенсионеров и при этом ускорочивать дефицит пенсионного фонда. Они будут пытаться проштовхнуть, протягнуть и пенсионную реформу, и охрану здоровья. За счет того, что часть депутатов сидит на криминальных справах, и они просто або идут в вездницу, або голосуют за без этой макулатуры и смяты за все это, которые они называют реформами. Так что последние четыре рабочих дня в парламенте могут оказаться ключевыми и эталонно скандальными и в вопросе реформ, и в борьбе за депутатские мандаты. И еще одна неожиданность этой недели. Интерес к янтарю возник у радикальной партии Олега Ляшко. Так что фактическую коалицию в действующей Верховной Раде вполне можно назвать теперь и янтарной тоже. Копатели с вилами. Так называется журналистское расследование, материалы которого были опубликованы накануне. Якобы в Житомирской области целых 400 гектаров земли могут выделить под добычу янтаря для одной очень радикальной кампании. Местным жителям и власти, как обычно это и бывает, обещают золотые горы. В том случае, если они не будут мешать. А вот не приведут ли эти обещания к тому, что еще и часть Житомирской области превратится в такой же пустынный мертвый пейзаж, какие уже появились в других регионах? Решил узнать мой коллега Алексей Пшемырский. Густой лес, вековые деревья и аисты на столбах. Это заповедник мысловичей в Житомирской области. Однако эти места известны не только своими красотами. Здесь, вдоль реки Уж, залежи янтаря. Когда-то здесь был красивый лес, а сейчас, как видно, только поваленные деревья, засохшие ветки, а вся земля изрыта вот такими ямами. Часто дерево используют, чтобы делать вот такие вот колодцы, ограждать ямы, чтобы не обваливалась земля. Так легче добывать янтарь. Мы едем в село Ушица. Это центр местного нелегального промысла. О том, что творится в лесах вокруг, в селе знают даже дети. Мы уже, и мы идем на части. У меня не может менты. А мы тоже копаем. Милиция копаем? Да, тоже. Тоже? Да, дышим, дышим. А я как на милицейской машине прям проезжаюсь, Копатыч, где? Да? Жабачивно? Еще, еще, еще помпа мамили. Мы отъезжаем от ребят всего на несколько сотен метров и тут же натыкаемся на очередной нелегальный карьер. Старателей нет. Возможно, их спугнул дождь, а возможно, о нашем визите кто-то уже рассказал. Часто добытчикам приходится в спешке собирать помпы, а иногда даже оставлять часть украденного. Вот этот небольшой кусочек янтаря мы нашли буквально за пять минут в песке. Эти территории между селами Гулянка, Ушица и Билка площадью, как 400 футбольных полей, житомирские депутаты решили отдать в аренду. Вот решение облсовета. Право на разработку получила фирма «Экологические технологии и строительство». Ее интересы активно лоббировал местный депутат от радикальной партии Илья Смычок. И оказалось не случайно. Основатель фирмы – киевский бизнесмен Анатолий Капустюк. В 2014-м он баллотировался в парламент по спискам радикалов, но не прошел. Тогда же лидер партии Олег Ляшко назначил его своим личным помощником. Вот скринсайты Верховной Рады. Неспроста ли депутат-радикал отстаивал интересы фирмы, основанной помощником своего лидера? Мы решили узнать это у головы сельсовета села Билка, Виталия Уманца. Именно в этом здании и зарегистрирована фирма «Экотехнологии». А сам он активно просил отдать территории именно этой компании. Выходит, залежи янтаря ценой в миллионы оказались никому не нужны. Сельский голова уверяет, о связи с народными депутатами ничего не знал. По словам Уманца, за это решение фирма пообещала инвестировать в развитие села 5 миллионов гривен. Но пока получили лишь 100 тысяч. О фирме «Экотехнологии» мы пытались узнать у депутата-радикала Ильи Смычка. Однако связаться с ним не удалось. Не окажется ли, что у нелегальных копателей теперь попросту появится новый хозяин, а лес и дальше будут уничтожать на глазах у местных чиновников и правоохранителей? Из Житомирской области Алексей Пшимыский, Даниэль Косаковский. Подробности недели телеканал «Интер». Вообще, надо сказать, что янтарный бизнес, ну даже в таком диком состоянии, как сегодня, приносит шальную прибыль. Вот совсем недавно генеральный прокурор Юрий Луценко открыто сказал, что теневые доходы на янтаре сопоставимы с оборонным бюджетом Украины. Речь идет о десятках миллиардов гривен ежегодно. И это ведь важный аспект – деньги, которые просто не могут появиться в законном обороте чисто без какой-нибудь схемы или нарушения закона. Таким образом, каждый доллар, вырученный за украинский янтарь, пока еще его добычу не легализовали, это просто качественное удобрение для коррупции в нашей стране. Давайте обсудим это все с Дмитрием Добродовым, секретарем парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции. Он у нас в студии. Спасибо, Дмитрий, что пришли. Добрый вечер. Дмитрий, ваш прогноз. За оставшиеся четыре пленарных дня в парламенте удастся рассмотреть представление на вот этих пятерых депутатов. И вы сами верите, что вся вот эта янтарная спецоперация, она дойдет до логического своего завершения, то есть до решения суда. Ну, первое, если подавитесь на регламентные процедуры, это все зависит от воли регламентного комитета, потому что сейчас было подание, до понеделка депутаты, на которых есть подание, мают подать свои тлумачения того, что есть, и потом есть 20 дней, до 20 дней, не больше, регламентного комитета. Он может рассмотреть за один день, а может рассмотреть на 20 день. Если рассмотреть на 20 день, тогда это переносится на осень. Если рассмотреть сразу, тогда мы на следующего пленарного тижня сможем про это голосовать. Пока в интересах вот этой подозрительной пятерки, как ее уже окрестили в СМИ, как можно дольше затягивать этот процесс? Ну, например, не являться на заседании по... Это можно рассмотреть и без их присутствия, это добровольная, а не обязательно, а их присутность. Этот момент как раз показывает про то, что то, что мы должны сделать минулого года, то, что обещал еще спикер, будучи спикером Гройсман, что 5 вересня минулого года мы должны голосовать в конституционной большинстве за полное знание на депутатском месте. Потому что мы видим процедуры, так, из всех депутатов. Давайте напомним, уже лет 15, наверное, депутаты ходят на выборы с обещанием снять себя депутатскую неприкацию. Так и в этот раз, и в этот раз, и в этот раз, и в этот раз, и в голосовании все прячутся в кусты. Большинство, большинство, большинство политических сил, я в том числе, как депутат-мажоритарник, обещал, и мы наполягаем, мы навіть скерували ответный лист до коалиции, негайно выполнять эту задачу, потому что это была обещанка, которую нужно. Тогда бы мы не имели всех этих проблем, не имели бы втекачей, так, мы сгадываем Нищенко, мы сгадываем Клюева, Новинского пригадываем, сколько было разумов про то, что терминово нужно снимать недоторкинность, прийти до ответственности. Питание одно, этот парламент рекордсмен по значению недоторкинности. До речи, жодного не было отхилено, но жодного справа нет в суде. Да, но надо зрителям здесь объяснить, что депутаты, которые сбегают, они пользуются вот этой лазейкой, что пока депутаты в Верховной Раде лишают их парламентской неприкосновенности, депутатской неприкосновенности, они в этот момент пакуют чемоданы, наверное, кэшем, и просто себе успевают сжать их страну. Зараз есть очень хороший запобежник. Нехай не будет пока что 300 голосов конституционных, хотя это дымно, спикер парламенту каже, что нет голосов. Это не спикеры визначатись. Нехай голосуют партии, фракции, окременные депутаты, а общество видит, кто их в черговый раз обдарив, а кто нет. Но есть еще один законопроект, который высаживает 226 голосов, которые сейчас зарегистрированы в парламенте, если против депутата порушена криминальная справа, как в данном случае против этих 5 депутатов, им заборонено покидать территорию Украины. Абсолютно элементарная законодавчая инициатива, которая бы покрала правильный край в том, что они втекают просто в страну. Как Вы думаете, вот эти представления о снятии неприкосновенности в этот раз, 4 дня всего осталось, снова акцентированное, они не заблокируют и на эти 4 дня работу парламента? Я не думаю, что они заблокируют, потому что будет час визначитися всем фракциям и депутатам. Взагалі, что делать? Я гадаю, что где-то уже сейчас они визначилися. Те представления, которое я читал, конечно, приголомшаю, потому что этого разу, я наголошу, этого разу доказы, которые там представлены, есть достаточно вагомыми и достаточно серьезными. И суспольно резонансными. Поэтому, поверьте мне, что тот, кто будет вагаться в этом плане, тричьи подумай, поза, как эта тема будет дополнать. Дмитрий, а вот, кстати, еще есть одна любопытная часть вот этой всей спецоперации, это участие ФБР. Что вам об этом известно? И вообще, на каких основаниях спецслужбы других стран могут участвовать у нас в действиях антикоррупционного? Мне прекрасно про это известно. Это было анонсовано, поза, как вы правильно сказали, працю в антикоррупционном комитете, как контролирующем органе, что минулого года у нас на заседании комитета Артем Ситник анонсировал, что они будут заложать иноземные спецслужбы. Власне, потому что мова идет про офшорные компании, мова идет про соцсунки с иноземными, назовем это так, мафию, или с злочинными группованиями. И, в принципе, тут ничего дивного нет. Цієї співпраці, зрешто, згадуем про Насирова, спецслужбы, власне, Великобританії, вы дали информацию про его гражданство. В данном случае, застосование спецслужб американских, это абсолютно логично, главное, оно перешло в практичную площадку. То, что у нас есть проваленные законодавства, там была провокация хабаря, так, безусловно, что это будет для юристов, депутатов, будут надзвичайной шпаринкой, и это то, что нам нужно еще в парламенте принять. Ну, на то они юристы, чтобы все эти уловки обходить или, наоборот, ими пользоваться. Пока не прощаюсь с вами, через несколько минут мы с вами продолжим, пока обсудим, к чьим рукам вот этот весь янтарь в нашей стране прилипает. Ну, никого не секрет, что янтарная мафия – это уже до дыр затертое понятие, и кажется, все ясно уже предельно. Это те, кто зарабатывают на разрушении экосистемы нескольких областей Украины. Те, кто зарабатывают янтарные миллионы. И это кто-то из властимущих. Но вот кто? Прокуроры, сотрудники СБУ, полицейские, народные депутаты. Инна Белецкая. О том, как устроена система крышевания янтарного бизнеса. Ну, снимаешь, но ведет камеру. Вот на пятый снимаешь. На пятый на пятый. Ты что, ты как? Янтарные старатели устанавливают свои законы и строят собственную иерархию на Полесье. Вот это простые рабочие, которых либо наняли за 500 гривен в день мыть камень, либо они сами скинулись по несколько тысяч долларов на мотопомпу. Низшее звено янтарной цепи. Рангов выше бригадиры. Они гарантируют безопасность и предоставляют орудия труда. Отдельная каста скупщики. Это челноки, которые берут янтарю селян или целые конторы, куда старатели сами привозят камень. Дальше скупщики посерьезнее на уровне областных центров и столицы. Это богатые журьи с большими связями. Потом янтарь переправляют за границу контрабандисты. И весь этот процесс невозможен в безнадежной и очень высокой крыше. Но где искать янтарную мафию? За дверью министерского кабинета, за вывеской прокуратуры, под козырьком СБУ или за воротами чьей-то шикарной виллы. Кто это? Люди в погонах, бандиты или политики? При режиме Януковича все главные янтарные потукишки в семью. После Майдана стало гораздо интереснее. На ходу запрыгнуть в янтарный поезд пытались многие. Иногда громко, со стрельбой. Иногда по-тихому. Этого человека называли автором схем. Мы были ехать, заплатившие. Людям заплатившие. Потому что каждая компа, даже сочетая густочка, которая оплачивала, которая стоит на плече. До 14-го он был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией СБУ в Ревненской области. Потом числился в управлении соседней Житомирской. Не уволен и по сей день. Объявите подозрение, Назаруку пытались. Не вышло. Вручили уведомление почему-то брату. Суд подозрения прокуратуры отменил. Олег Назарук сейчас на свободе. В декрете. Это Харитонов. Да, это Иленич. Где вы находитесь? В Ёлках. Я вам даю 5 минут. 5 минут. Чтобы вы сейчас кулешом убили райотдела. Я тебе ясно выражаюсь? Мы ждем группы. Ты что я тебе сказал? Семок, блядь. Так начальник Зарнинского райотдела приказывает своим подчиненным покинуть Клондайк и не забирать мотопомпы. Игорь Харитонов один из тех, кого обвиняют в крышевании янтарного бизнеса. Дело в суде. Харитонов на свободе. Расследованием руководил зампрокурора Ревненской области Андрей Боровик. Потом задержали его самого. Громко. При участии главы СБУ и генпрокурора. Андрей Боровик вышел под залог спустя 11 месяцев. В суде военная прокуратура пытается доказать, что именно он был организатором преступной группировки по нелегальной добыче янтаря. Вслед за Боровиком задержали прокурора Сарнинского района Вадима Топольского. На прошлой неделе, после 9 месяцев ареста, он тоже вышел под залог. И согласился на интервью. Топольского обвиняют в превышении полномочий во взятке и автоугоне. И все это, по мнению военной прокуратуры, происходило во время санкционированного обыска. До Бурштановой мафии мы никакого отношения не имеем. А то, что мы с ним, с этим мафиевицей, боролися. И наступили кому-то просто на шею, и кому-то не понравилось. Этот милый домик в селе Заборочи в Житомирской области депутата Левского райсовета Владимир Халиманчук построил для своей дочери. А, это наш господин. А кто ты такой? Депутат районной ради. Радикал, которого в районе знают под прозвищем Вокер, бывший гаишник, бизнесмен и вообще известная личность. На этой неделе он принес руководителю Житомирского управления защиты экономики 1600 долларов, чтобы получить зеленый свет на добычу лентаря. Ну, он много партий поменял, был в партии регионов, потом был в партии Петра Порошенко, чей, как, Солидарность. Зараз он в партии Ляшка, занимается лесом. И на данный момент, я так понял, он начал заниматься бурштином, насколько я знаю. Дочь и зять задержанного депутата возмущены вниманием, угрожают забрать камеру и требуют стереть видео. Я сказал, что вы стоите снимать особистую майну. Потом преследуют и обещают, что вывести видео мы не сможем. Подтягиваются люди в камуфляже. Мы вынуждены вызывать полицию и писать заявление. Борьба с янтарной мафией на местах беспрерывно и очень демонстративна. Зрелищные спецоперации. Корт, Альпа, машины, вертолеты и наручники. Но где же главные кукловоды? А кто это мафия? И где шукаться? Это есть какие-то люди, которые помогают? Шукаться, может быть, надо с Верховной Рады начать. Потому что в Верховной Раде, если не принимают закон про бурштин, то значит там кто-то лоббирует непринятие этого закона про бурштин. То есть я думаю, что корни растут с Верховной Рады. А пока украинский янтарь тоннами уходит за границу. Изъятые мотопомпы попадают в райотделы и каким-то сверхъестественным образом, оттуда исчезают, вновь материализуясь на клондайках. Сотни бойцов сменяют АТО на янтарной ротации. Но янтарная мафия пока непобедима. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности недели, телеканал Интер. Вот без чего точно не удастся победить янтарную мафию, так это без политического решения о легализации добычи янтаря. Если легализации не будет, весь этот беспредел с добычей и ее крышеванием не закончится, пока весь украинский янтарь попросту не выкопают. А что же мешает политикам это сделать? Давайте спросим у политологов. На связи со студией политические эксперты Вадим Карасев, Александр Ирич Медилова. Я приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что присоединились. У меня для вас один вопрос для двоих. Когда все-таки этот криминальный янтарный клондайк будет введен в правовое поле? Неужели так сложно принять решение о легализации добычи янтаря? Вадим, начнем с вас. Прошу. Ну, наверное, не сложно принять такое решение, но не хочется. Потому что тогда будут уничтожены все нелегальные источники нелегальных доходов. А это, как мы видим, очень прибыльный нелегальный бизнес. Я бы не согласился, что это мафия. Это что-то большее, чем мафия. Это какой-то кусок нелегальной экономики. И вот он устраивает многих. Это же деньги куда-то уходят. Они уходят не в государственный бюджет. В случае, если бы был принят закон о легализации производства или добычи и производства янтаря, переработки его, тогда бы огромные деньги пошли в государственный бюджет. А так они идут в карманы частных лиц, политиков, крышевальников разного рода и уровня, прокурорских, милицейских и тому подобное работников. Поэтому, когда примут такой закон, ну, это должна быть проблема общественного значения. Вот она сейчас приобретает вот такой общественный резонанс. Она должна приобрести такое всеобщее, даже всенародное значение и звучание. И надо потребовать этой Верховной Рады, чтобы они приняли наконец-то этот закон. Или пусть такая Верховная Рада уходит, потому что она не может справиться с проблемой, которую давно можно было справиться, еще в 2014 году. Понятно. Спасибо, Вадим. Ваше мнение понятно. Александра, но если наша власть уже много лет не слышит вот этот голос народа, о котором только что говорил Вадим, возможно, у нас остается одна надежда на Международный валютный фонд, на другие европейские институции, которые уже много лет требуют от Украины реальных побед в борьбе с коррупцией. Вопрос в том, очень важен, кто возглавит этот тренд и кто подаст такой законопроект, кто его будет разрабатывать. Пока инициативные группы могут исходить или под эгидой Кабмина, то есть это Министерство экологии, министр Семирак, или, может быть, все-таки какая-то группа депутатов, которая возьмет на себя, скажем так, пальму первенства и постарается протянуть этот законопроект по инициативе Рады. Но мы видим на сегодняшний день, что действительно политической воли решать этот вопрос нет. В мутной воде крайне легко ловить рыбу, и этим продолжают заниматься. У нас еще есть такая структура, как Госгеонедра. Она выдает на сегодняшний день лицензии. Если обратить внимание немножко глубже, то там сейчас тоже достаточно сложные процессы. Сама структура погрязла во внутренних процессах избрания главы. То есть на самом деле все, что связано с этой проблематикой, оно покрыто не просто тайной, а даже таким туманом, который вот и позволяет оставлять все эти схемы, которые на сегодняшний день действительны. И ваше мнение тоже понятно. Неутешительные прогнозы у вас, господа эксперты. Но я благодарен вам за ваши ответы. Александра Решмиделова, Вадим Карасев помогали нам разбираться в теме. Еще одна тема, которую стоит обсудить. НАБУ за два года работы точно успела создать себе имя благодаря обвинениям. Согласитесь, список клиентов антикоррупционного бюро действительно впечатляет. Это и глава фискальной службы, и влиятельные депутаты, с кем только уже не работали детективы бюро. Вот только это все, еще ведь не приговоры. Хотя громких обвинений прозвучало уже десятки, таких же громких приговоров пока ни одного. В бюро объясняют это так, мол, со стороны судов просто саботаж. Например, недавняя новость. Из 68 уголовных производств НАБУ, переданных в суд, рассмотрение по 24 еще даже не началось. И если по предыдущим антикоррупционным делам такой результат, чем же закончатся новые обвинения? Наша Инна Томина провела ревизию антикоррупционного бюро. Они снова стали главными днюзмейкерами этой недели. САФ и НАБУ раскрыли схему легализации янтарного бизнеса. Из-за этой схемы, под выглядом рекультивации земель на определенных делянках Гривенской области и Житомирской области, планировалось фактическое добывание бурштину и его реализации через офшорную фирму. Главные подозреваемые нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. По данным следствия, они вступили в сговор и требовали взятки участных компаний за добычу янтаря. Действовали через своих помощников. Суммой в 200 тысяч долларов детективы задержали охранника Розенблата в одном из столичных ресторанов. Сам нардеп назвал ситуацию политической провокацией. Другой фигурант в деле янтарных схем Поляков тоже утверждает, что не виноват. Денег в руки не брал, а все подозрения фейк. Те, что звинувачивает Ситники, рассказывает, что должны были деньги поехать к мне, то у меня вопрос. Если целый год, как рассказывает НАБУ, занимался этой справой, а почему же они не ждали еще несколько часов, как эти мифические деньги доехали к Полякову и мы взяли с поличным? Скажите, пожалуйста, потому что это фейк. Фейк или нет, но это дело может стоить депутатам и мандата, и свободы. САП готова просить и для Розенблата, и для Полякова 12 лет тюрьмы. Но чтобы дело дошло до суда, депутатов должны лишить иммунитета. Дело о янтарных схемах, очередной громкий скандал и одна из самых длительных операций НАБУ. Агент год работал под прикрытием. Помогала расследованию и американская ФБР. Тихо под прикрытием или зрелищно со стрельбой и погоней. Операции антикоррупционных органов уже стали таким себе зрелищным боевиком. Работа антикоррупционных органов заключается в статистике затримания. Работа антикоррупционных органов заключается в статистике выроков, которые будут в связи с этим людей. И фактически выроков у нас нет до сих пор журнала. На сайте Национального антикоррупционного бюро сразу статистика. 300 дел в расследовании, 68 направлены в суд. Сумма, которая фигурирует в расследовании бюро, почти 85 миллиардов гривен. Фигуранты, чиновники разных политических мастей и рангов. За охотой антикоррупционеров, за самой крупной рыбой, главным фискалом следила вся страна. А больнично-судебные воежи Романа Насирова в пледах уже стали мемом. А его дело напоминало фарс. Сейчас Насиров, накупленный за 100 миллионов свободе, помогает следствию ловить других, бывших налоговиков. В конце месяца у главного фискала истекает срок меры пресечения. Подозреваемых, которые покинули Украину, немало. Газовому дело Анищенко уже год. С самого Александра Анищенко сняли неприкосновенность, но задержать не смогли. Сейчас он за рубежом. Сбежал и другой фигурант Сергей Свиченко. Одиотный судья Николай Чаус, который прятал деньги в банке, тоже за границей в Молдове. А завтра теоретически сможет покинуть территорию Украины еще один судья под подозрением. Стрелок Алексей Буран. Положите оружие в банк. В случае невыполнения. Аккуратно! Детективы закончили расследование одесского судей еще прошлым летом. А вот прокуроры свою часть не сделали. Они даже не ходят на слушание. Их частая неявка – главная претензия к ведомству. Есть много случаев. Когда справа направлены, например, в суд, прокуроры не появляются в суд, появляются не вчасно, где-то делают какие-то помилки и так далее. Все хотят что-то почути про какие-то там звонки с банковой, с Грушевского, указки, с обороны. Нема такого. Вот нема. Хай бы там что-то не брехало. Нема. Процедурные ошибки и затягивание дел в судах – это повсеместная практика в рассмотрении громких расследований. И хороший метод рассыпать дело. Ведь судебная реформа пока туманная перспектива. И как не требует МВФ антикоррупционный суд, депутаты не торопятся. А значит, и быстрых приговоров ждать не стоит. Инна Томина, Вячеслав Фролов и Виталий Коваленко. Подробности недели – телеканал Интер. Продолжаем разговор с Дмитрием Добродомовым, секретарем парламентского антикоррупционного комитета. Дмитрий, смотрите. Верховная Рада уже очень долго никак не может решиться проголосовать за увеличение полномочий для НАБУ. Этого, кстати, требует МВФ. Еще раз напоминаю нашим телезрителям. Не могут никак создать антикоррупционный суд. А вам не кажется, что этого вообще никогда не произойдет, учитывая последнее напряженное отношение между некоторыми народными депутатами и нашими антикоррупционерами? Я так не думаю, что это ключевые законоприятия не только в требованиях МВФ, а и в разговорах с нашими европейскими и американскими партнерами. Поверьте, про это была мова и в Вашингтоне, когда был президент. Это та часть, которую мы не видели по телебачению. Мова идет, передусім, про доступ НАБУ до автономной прослушки, доступ до корреспонденции, работы под прикрытием. И антикоррупционный суд, который черным по белому записан в проголосовании конституционной большинства в парламенте, а конституционные реформи, створение специализованного антикоррупционного суду. Просто у нас нет закона, который регламентует его работу. Так же, как что-то ТСК, тимчасово следующее комиссии, у нас есть конституционный обязательный обязатель, который выполняет их выполнять, а закону, который бы давал возможность это делать, так, доси нема. Хотя он был одним из первых, который был поданный своего времени в этой каденции Верховной Рады. Что-то работы НАБУ, я сам співавтор большинства законов, которые давали «Зеленое светло» с этой организацией. На сегодняшний день я задоволеный тими затриманными результатами, которые они показывают. Проблема в том, что дальше, конечно, это впирается в суды. Это все-таки, пока такие суды у нас остаются, ждать приговоров нам не стоит. И главный момент. Наша группа народного контроля в парламенте зарегистрировала еще минулого року законопроект про довичное увязнение для топ-корупционеров, где визначено, что заборонено корупционерам, или тех, кто подозревается в зловленных хабарах, выходити под заставу. Это та шпаринка, которая даёт возможность большинстве вообще выйти под заставу. Парламентского антикоррупционного комитета был гостем подробностей недели. Спасибо вам большое. Ну а мы продолжаем. Астросюжетный детектив начался вчера поздно вечером в редакции сайта «Страна.юэй». Это один из самых популярных интернет-ресурсов в Украине. В редакцию пришли силовики и, как водится, не представившись, начали обыск. С каждым часом подробности этой истории становились все скандальнее. Тональность заявлений обвинителей хорошо иллюстрирует пост генпрокурора Юрия Луценко в Фейсбуке. Мол, доигрались. Красиво разложенные по столу долларовые купюры, следователи, которые проводят обыск, и сам главред страны Игорь Гужева, ожидающий, каким конкретно будет обвинение. Все это мы увидели в Фейсбуке. И вот с самим обвинением против главреда страны разобраться должно быть все-таки просто. Состав преступления, вымогательства должен быть очевидным. Как только силовики обеспечат доступ к материалам дела, можно будет сразу увидеть, насколько обоснованы их заявления. Это уже начала делать пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган. На своей странице в Фейсбуке она разместила 4 видеоролика, ведет переговоры, в ходе которых звучат пятизначные суммы в долларах. Сам Гужева сегодня уже обнародовал свою версию произошедшего. Буквально полчаса назад появилось видеообращение главреда страны Юэй. Все обвинения он отвергает и объясняет происходящее попыткой взять под контроль популярный медиаресурс. Я на самом деле пытался понять, что это за люди, которые приходят ко мне с такими предложениями. Пытался понять, почему Ленько хочет за такие деньги снять материалы, поэтому задавал дополнительные вопросы Антону. Но по итогу, так как я уже тогда понимал, что скорее всего это некая подстава и вообще-то не в наших принципах снимать материалы за деньги, мы материалы про Ленько за деньги не сняли. Все могут до сих пор прочитать материал на нашем сайте. Ни один из них ни про Ляшко, ни про Ленько не был снят и не будет снят. Генпрокуратура же сегодня тоже четко определила свою позицию. Это сделал на своей пресс-конференции Юрий Луценко. Вчерашнюю справу, протягом периода с березня месяца, також начинала ДФС. Бо органи правоприятку отримали заяву от народного депутата Украины, про то, что из него требуется сумма 20 тысяч долларов за неразмещение паном Гужевой на своих медиаресурсах, материалю компрометующего характера. Народный депутат волил уникнуть этих публикаций, которые дискредитуют его особенное и публичное житие. А вот другая тема, возможно, гораздо более интересная, все-таки ушла на второй план. Это касается нардепа от радикальной партии Дмитрия Ленько, по заявлению которого якобы и закрутилось расследование вокруг Гужевой. Ленько утверждает, что его, цитирую, шантажировали, угрожая публиковать какие-то факты об образе жизни. На сегодняшней пресс-конференции генпрокурор заявил, что не собирается оценивать компромат на Ленько, за непубликацию которого якобы и требовали деньги у нардепа. Тем не менее, если заявленная цена вопроса за то, чтобы тайное не стало явным аж 20 тысяч долларов, то это, возможно, все-таки стоит проверить правоохранителям. Ну, а Игорю Гужеве уже официально вручили подозрение. Причем любопытно, что в самом документе сказано, Гужева лично встречался с Ленько. Сам Гужева именно такие встречи, напомню, отрицает. Меру пресечения в суде будут выбирать уже завтра. Вы смотрите подробности недели. И вот о чем пойдет речь дальше в нашей программе. Пенсионная реформа. Читаем между строк. Какие неприятности сулит украинцам законопроект, переданный в Раду? Мусор не тетка. Поможет ли очистить львов от нечистот голодная атака самопомичи на администрацию президента? После них хоть потоп. Как черные лесорубы поставили на грань выживания села в Ивано-Франковской области. И скоро ли украинские Карпаты будут называть лысыми? Не устает напоминать о сотрудничестве с МВФ Национальный банк. Впрочем, звучит это как глаз вопиющего в пустыне. Уже полгода главные темы в украинской политике по большому счету не меняются. Пенсионная и земельная реформы. Дискуссия о полномочиях антикоррупционного бюро. Большая приватизация, которой спорят все, но дать старте ей не решается никто. Без этого всего денег от МВФ для Украины не будет. И вот на этой неделе в Нацбанке заговорили об угрозах в случае реализации именно такого бесстраншевого сценария. Со ссылкой на отчет о финансовой стабильности СМИ распространили заявление о том, что срыв программы сотрудничества с фондом приведет к трудностям с выплатами по внешнему долгу и создаст риск новой девальвации гривни. Согласитесь, звучит это все пугающе. А что конкретно имели в виду в Нацбанке и насколько велика эта угроза, давайте узнаем у Дмитрия Сологуба, замглавы Национального банка Украины. Он сейчас на связи с нами. Дмитрий, приветствую. Скажите, что означают вот эти слова об угрозе девальвации? Все-таки журналисты ссылаются на именно отчет Нацбанка. Действительно, без сотрудничества с МВФ Украина опять окажется вот в таких вот жестких условиях. Цей, ну, звіт про финансовую стабильность, він завжди говорить про риски. Тобто, це риск, це не є якимось таким сценарієм, який відбудеться 100%. Це є риск. І так ми про це говоримо, тому що ми бачимо, що економіка поступово відновлюється після кризи, зростає ВВП, знижується інфляція, більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, але з іншого є і ризики, і вони повязані зі зростанням виплат за державним боргом, починаючи з 2019 року. І тому співпраця з МВФ важлива не тільки як грошей, які допоможуть це зробити, але також як сигнал для іноземних інвесторів, і прямих, і портфельних для того, щоб співпрацювати з Україною. Хорошо, якщо говорити об цих виплатах по внешньому долгу, о якій конкретно сумі йде зараз річ? Наприклад, за ближайші кілька років скільки повинна буде виплатити Україна? Якщо рахувати тільки зовнішні запозичення Міністерства фінансів, то і виплати за запозиченнями, тобто за єврооблігаціями, за кредитами МВФ, то наступного року, наскільки я пам'ятаю, ця сума там, вона біля 2 мільярдів доларів, і десь на 2019-й біля 5 чи 6 мільярдів доларів. Тобто, ну так, ці суми достатньо значні, але ми бачимо зараз, що у нас є резерви Національного банку, складають майже 18 мільярдів доларів. У нас програма МВФ, вона все ще передбачає виділення Україні в 8 мільярдів доларів. Також Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією, і до кінця цього року, якщо будуть виконані умови, Україна отримує 700 мільйонів доларів. Також співробітниця з Міровим банком, Світовим банком також відбувається, вони якраз таку п'ятирічну стратегію затвердили щодо України. Тобто, як ми вважаємо, що ці виплати, їх покриття, це буде така комбінація, вони будуть покриватися за рахунок, з одного боку, нових зовнішніх запозичень, тобто рефінансування, так зване, з іншого боку, цих коштів від МВФ та інших міжнародних фінансів організацій, які Україна повинна отримати. Дмитрий Сологуб, замглави Национального банка України, отвечав на мої вопросы. І так, пожалуй, ключевая реформа, которую требують от України в МВФ, все-таки пенсіонна. Тільки в цьому році дефіцит пенсіонного фонда около 140 мільярдів гривень. Як кажуть в правительстві, без змінення нынешній пенсіонні системи проблему таких ежегодних дефіцитів решити не вдасться. І вот, наконец-то, законопроекти по пенсіонной реформі на цій неділи Кабмин подав Верховну Раду. Ми будемо сегодня детально розбиратися, що конкретно предлагає правительство, які ключеві переміни готовяться в пенсіонні системи. Смотрите далі в нашій справці. Виход на пенсію в 60 років і для мужчин, і для жінчин. Стаж 15 років, мінімальна пенсія 1300 гривень, которую получають подавляюще большинство. І фінансовая бреш в пенсіонному фонду 140 мільярдів гривень. Така ситуація в Україні сейчас. Що же предлагає правительство? Пенсіонний возраст вроде бы поднимать не будуть, але при этом многим придеться выходить на заслужений отдых позже. Ведь страховой стаж уже со следующего года увеличивают до 25 лет. І це тільки старт. В 2028-м он буде вже 35 лет. Якщо необхідний стаж менше 25 лет, работать придеться дольше, до 63. А тем, у кого він менше 15 лет, на заслужений отдых раньше 65 і рассчитывать не стоїть. Правда, недостаючий стаж можна буде докупити. Те же, хто не работал вообще, можуть рассчитывать только на соціальну пенсію. Второй момент. Размер выплат. Уже с октября этого года минимальну пенсію обещають поднять. Насколько именно, непонятно. Диапазон колеблется от 200 гривен до 1000. Кроме того, с работающих пенсионеров должны снять 15-процентный налог. А спецпенсии для госслужащих, прокуроров и судей обещают отменить. Впрочем, те пенсии, которые сейчас уже выплачиваются, должны оставить. Уже скоро в нашем эфире эту тему прокомментирует сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Но а начнем мы все-таки с критиков. Один из самых последовательных критиков социальной политики действующей власти Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Он гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Вы уже успели изучить те предложения, которые внес в Кабмин? Если да, то как вы их оцениваете? Сам законопроект никто еще не видел, но из тех концептуальных вещей, которые прорвались и которые были озвучены, уже понятна сама логика этого документа. Что неприемливо? Я так понимаю, что голосовать вы вряд ли будете. Мы считаем, что правительство пошло по абсолютно ложному пути. Что потребовал Международный валютный фонд от правительства? Он потребовал снизить дефицит пенсионного фонда. Сегодня действительно дефицит пенсионного фонда больше 140 миллиардов. Такого не было никогда. Надо понять, почему это произошло. Это произошло потому, что в стране стало меньше работающих. Они уехали за рубеж. 5 миллионов трудовых мигрантов у нас уехали. И в стране сегодня один работающий содержит одного пенсионера. Вот такая сложилась ситуация. А дальше арифметика очень простая. Отчисление на пенсионный фонд, зарплаты работающего, то, что платит работодатель, 20%. То есть средняя зарплата по стране 6000 гривен. 20% это 1200 гривен. Это то, что работающий отдает пенсионный фонд. Средняя пенсия 2000 гривен. То есть 2000 минус 1200, вот он дефицит. Который нарастает и нарастает. Который нарастает. И чем меньше рабочих мест будет в стране. А свою арифметику вам правительство предоставит и скажет, если у нас не будет изменений в пенсионном законодательстве, то тогда этот дефицит будет нарастать и нарастать и нарастать. Более того, не получим ведь денег от МВФ. Вот что с этим надо делать? С этим надо делать следующее. Во-первых, надо восстанавливать рабочие места, которые исчезли, особенно за последние два года. То есть чем больше будет людей, если один работающий будет содержать не на одного пенсионера, а будет, скажем, их два или полтора, то это уже будет совсем другая арифметика. Второе, надо повысить зарплату тем, кто работает на предприятиях. А для этого надо снизить тарифы, сделать более конкурентоспособную продукцию. Вообще задушили производство тарифами, налогами. Поэтому надо снизить и тарифы, и налоги, чтобы эти деньги пошли на увеличение зарплаты работающим. Если зарплата будет 10 тысяч, то 20 процентов, это уже 2 тысячи гривен, то есть нет дефицита пенсионного фонда. И не надо будет делать то, что предлагает правительство, а оно просто предлагает, если сказать прямо, уменьшить дефицит пенсионного фонда за счет того, что просто уменьшить из него выплаты. Уменьшить количество пенсионеров, которые будут платить. Юрий Анатольевич, ну вы говорите, в общем-то, в принципе, о другой, если не сказать, о новой экономической модели. А в парламенте у нас даже не могут поправки в госбюджет проголосовать, которая, кстати, там часть денег была даже предусмотрена на субсидии для людей. Вот как это можно прокомментировать? Да ничего там не было предусмотрено. Не было. Значит, мы не голосовали в первом чтении даже за этот документ, потому что дальше продолжается построение полицейского государства в нищей стране. Значит, делили 26 миллиардов. А это деньги получились из-за инфляции, из-за дополнительной дохода бюджета, собственно говоря, что мы говорили, когда принимался сам бюджет, что давайте их направим на социальные нужды. А теперь посмотрим, как их пытались поделить. 14 миллиардов на субсидии. Кто заставлял правительство заложить 45 миллиардов бюджет на субсидии, при том, что нужно более 70? Кто заставлял поднимать так тарифы, что у нас вся страна села на субсидии? Снизьте тарифы. У нас нет в Европе таких цен на электроэнергию и газ, как у нас в стране для населения. Нету, они меньше. Поэтому надо просто снизить тарифы. Для этого из-за этого будет меньше необходимых денег на субсидии. Смотрим дальше. То есть попали в замкнутый круг. Подняли тарифы, загнали всю страну субсидии, теперь пытаются эти субсидии протащить через бюджет. А теперь дальше, смотрите, очень важно. 26 миллиардов минус 14, 12 миллиардов осталось. Как их поделили? Полтора миллиарда полиция, 600 миллионов прокуратура, 250 миллионов СБУ, 400 миллионов пограничная служба, даже кабинет министров 70 миллионов, администрация президента 100, Верховная Рада 40. С чем-то, значит. То есть, а где вообще социальные выплаты? То, что обрезали, за счет чего ободрали, скажем так, всех нуждающихся, когда принимался бюджет. Поэтому мы, конечно, мы видим, что происходит. Происходит построение полицейского государства, увеличение выплат на силовой блок, при том, что обрезали социальные выплаты. Правительство говорит, что мы платили, значит, мы предусмотрели шахтерам и медикам. Да, действительно, 500 миллионов медиков и 300 миллионов шахтеров. 800 миллионов, а 12 миллиардов поделили... Ну, возможно, это я тоже еще успею спросить у Владимира Гройсмана, он будет отвечать на мои вопросы в следующем часе. К вам очень короткий вопрос и очень короткий ответ я попрошу. Четыре пленарных дня, этого мало. А чего будет больше, скандалов или работы? Ваш прогноз. На будущее? На четыре пленарных дня, которые остались в этой сессии. Которые в этой сессии будут пытаться протащить изменения в бюджет, будут пытаться снять неприкосновенность с депутата, анонсированной генпрокурором. То есть нас ожидают скандалы. Эта неделя, полная пленарная неделя, парламент выпустил пять законов и два постановления. Вот эффективность работы парламента. Уровень доверия сегодня 4%. Спасибо, Юрий Анатольевич, за эти ответы. Гостем подробностей недели был Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже через несколько минут сам прокомментирует проект пенсионной реформы, но будет это сразу после рекламы. Премьер говорит. О планах правительства и о том, как они повлияют на жизнь украинцев, спросим лично у Владимира Гройсмана. Мусор не тетка. Поможет ли очистить львов от нечистот голодная атака самопомичи на администрацию президента? После них хоть потоп. Как черные лесорубы поставили на грань выживания села в Ивано-Франковской области. И скоро ли украинские Карпаты будут называть лысыми? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Спасибо вам, что дождались. Сразу продолжим разговор о пенсионной реформе. Теперь обсудим эту реформу с ее инициатором. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас с нами на связи. Приветствую вас. Скажите, вот пока в Раде гораздо больше критики пенсионной реформы, которую вы предлагаете. На таком фоне вы уверены, что до летних каникул это решение все-таки удастся провести через парламент? Дякую, что предъявляете увагу над важливым вопросом, вопросом увеличения пенсии для украинских пенсионеров. В вопросе есть очень серьезной ваги, и украинские пенсионеры много лет ждут решений, которые уже находятся в Украинском парламенте. И, на самом деле, я бы очень хотел, чтобы мы максимально быстро двигались с ухвалением пенсионной реформы, которую ожидают миллионы украинских пенсионеров. Я понимаю, что сейчас будут пытаться некоторых политиков или политиков сбивать этот закон, не давать за него голоса, возможно. Но дело только в том, что сегодня миллионы украинцев ждут решения Украинского парламента. Я глубоко уверен в том, что абсолютная большинство парламентеров налаштованы на принятие необходимых решений для того, чтобы мы уже с 1 жовтня увеличили пенсию украинским пенсионерам. И еще одна вещь, которую бы я хотел сказать очень четко, и я думаю, что сегодня нас дивляться тоже миллионы украинцев, миллионы пенсионеров. Згадайте, как всегда использовали политики пенсии. Сначала все делали для того, чтобы пенсии были минимальными в нашей стране, а потом использовали этот инструмент, как инструмент вплива на украинцев для того, чтобы перед выборами сделать какую-то подачку, изменить какой-то коэффициент и дать подачку, один разовую подачку украинским пенсионерам. Это неприпустимо. Поэтому сегодня задание моего премьер-министра, задание парламенту сегодня ухвалить этот закон, который даст возможность забрать пенсии из рук политиков и передать пенсии в руки украинским пенсионерам. Вот это важно, что нужно сделать. И мы должны за это бороться, мы должны прийти эти решения, для того, чтобы пенсионеры отчули, что в конце концов прийти решение, которое позволит каждого года индексировать пенсии, осуществлять пенсии. И самое главное, что с 1 ноября эти пенсии будут подняты. Вот это наша мета. Забрать в политики пенсии и передать в руки украинских пенсионеров. Но при этом вы сами прогнозируете, насколько сложно это будет. Вот вы говорите, что желающих сбить законопроект будет достаточно. Хорошо. Если голосов в Раде будет не хватать, вы готовы пойти на какие-то компромиссы в законопроектах по пенсионной реформе ради вот этих вот дополнительных голосов? Или написаны они так, что и речи не может быть об уступках? Помните, как говорят или сказали раньше, что даже до 100% можно предъявить какие-то претензии, если это твоя мета. Моя мета совсем другая. Очевидно, что любой закон может его вечно вдосканавливать. Это год, два, три, пять, десять лет. Работать его еще лучше. И я это не включаю. Но я хочу переконать всех в том, что этот закон является балансовым. Это закон является законом в интересах украинских пенсионеров. И я считаю, что сейчас как раз пришел время принимать решение. Вы знаете, мы можем еще полтора говорить про это. Мы можем дискутировать, какая норма лучше или была бы лучше. Но то, что мы сделали величезную, серьезную работу по подготовке этого законопроекта, это очевидный факт. То, что мы сохранили пенсионный век без никаких изменений, я считаю, что это величезное досягнение нашего проекта закону. То, что мы сделали снижение, точнее, ликвідацию нормы по оподатированию пенсии для працующих пенсионеров. Это важный крок. И то, что мы приняли решение про осуществление, то есть увеличение пенсии. Я про это говорил. Это все-таки 9 миллионов пенсионеров из 12. И это не когда-то, в будущем, а уже с 1 жовтня. Это все покладает на всех нас величезную ответственность перед украинскими пенсионерами, перед украинскими громадянами и перед працующими людьми сегодня. Тому я бы дуже хотел, чтобы мы консолидовались и приняли решение и за основу, и в целом еще влитку. Вопрос, который, я просто уверен, интересует всех пенсионеров. Вы обещаете повышение пенсии в этом году для 9 миллионов пенсионеров. Скажите, это разовое решение будет или просто первое в череде будущих повышений? Спасибо за это вопрос. Воно является надзвичайно важным. Я про это говорил сегодня, что наше законодательство, изменения законов, предпочитает автоматическое повышение индексации и осуществление пенсии. Поэтому я и про это сказал, что нужно сейчас, и для меня это величезным завданием, забрать возможность у политиков впливать на то, чтобы каким-то причинам маніпулировать в ручном режиме самими пенсиями. Нужно сделать такую систему, чтобы была гарантирована для украинских пенсионеров. Я считаю, что те, что было ранее, когда украинский пенсионер жив на минимальной пенсии, потом ему давали певные повышения, это, знаете, дешевые спекуляции политиков, которые должны выйти в не самые лучшие страницы нашей истории. Поэтому наш закон предпочитает автоматическое осуществление и автоматическую индексацию пенсии. Давайте теперь о надежности парламентского плеча, как он вам его подставляет. Вот на этой неделе в Верховной Раде не хватило голосов даже для того, чтобы принять изменения госбюджету. Проголосовали только в первом чтении. А там ведь, по сути, простой вопрос был. Не то, что пенсионная реформа нужно было просто добавить расходы. Как вы это прокомментируете? Я висловил свою позицию из трибуны парламенту и сьогодні на године запитаний до уряда. Я сказал, что там есть надзвичайно важные вопросы. Субсидии и пильги украинских граждан. 100 миллионов для важкохворых для лекования за кордоном. И это не может терпеть еще несколько недель. Питание обеспечения безкоштовными леками. Питание заработных плат украинских лекарей. Питание обеспечения и обороны. Там есть много ряд вопросов, которые не могут ждать. И поэтому я вчера вносил пропозицию парламенту про то, чтобы проголосовать этот закон за основой в целом. Мы имеем 25 миллиардов перевоконания бюджета. Звитки? Это же не спецконфискация. Это деньги, которые работают украинской экономики. За счет увеличения экономики, о которой я неоднократно говорил. И вот это уже результат. Первый результат. За 5 месяцев мы имеем 25 миллиардов. Это означает, что эти деньги принадлежат украинским гражданам. И детенизация, которую мы проводили для того, чтобы и увеличить, в том числе, минимальные заработные платы. То есть, фактически, это деньги, которые работают украинской экономики и должны быть инвестированы в жизни украинских граждан. И поэтому я вважал и вважаю сегодня, что было бы добре, как бы это решение было ухвалено в целом вчера в парламенте. Но, на превеликий жаль, нам вистачило только 204 голоса, хотя потом 250 голосов проголосовали уже за основу цей закон. Фактически, перший крок, еще один крок, чтобы он был ухвален. Но, на превеликий жаль, люди будут ждать несколько недель наступного заседания. Я хотел бы благодарить всем депутатам, всем 204 депутатам разных фракций, позафракционных депутатов за государственную позицию. Потому что я вносил вчера пропозицию, выходя из государственных интересов и интересов украинских граждан. Ну а я, Владимир Борисович, благодарю вас за то, что нашли время для наших зрителей. Спасибо премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Ну, наконец-то, и Трамп наш. За эти первые полгода президентства Дональда Трампа отношения между новой американской администрацией и украинским государством прошли по-настоящему большую эволюцию. От уровня, мягко говоря, заморозков до нормальных рабочих отношений, которые на этой неделе проявились в том числе и в виде личной встречи двух президентов Украины и США. О том, как в Вашингтоне оценивают эту встречу и о том, какие решения удалось принять материали свидетеля событий Дмитрия Анопченко. Отблески полицейских мигалок и сирены машин сопровождения, кортеж украинского президента в эти дни наколесил столько, что полицейским из эскорта по два выходных дали. Порошенко видели и в Арлингтоне, возле Пентагона, и в районе Фоги Боттом, где находится здание госдепа, на Пенсильвании, Авеню и на Капитолийском холме. Тем, кто не входил в официальную делегацию и не передвигался в кортеже, было нереально не просто успеть на все мероприятия, протокольные мероприятия в рамках этой программы, а они были открыты для прессы, ну и просто уследить, а вот где в эту минуту находится президент Порошенко. Только представьте, у него было 7-8 встреч в день. За 36 часов он встретился с ключевыми игроками команды Трампа. Причем с большинством из них это было первое знакомство. А вот с вице-президентом Пенсом Петр Порошенко уже знаком. И это здорово выручало. Встречались на Мюнхенской конференции в феврале. В Белом доме не принято говорить об этом вслух, но непубличный вице-президент на самом деле решает очень многое. В первую очередь в международной политике. Со встречи с Пенсом Порошенко и начал переговоры. Дальше беседа с Трампом, о которой столько слухов было. Ее главным итогом украинский президент позже назовет сохранение санкций. Первое – это сохранение, а иногда и поселение санкционного режима по отношению до Российской Федерации аж до полного выполнения имплементации Минских угод. Думаю, что это надзвичайно важно и не случайно, что именно в период перебивания украинской делегации США запровадили новые санкции. Американская политика зачастую символична и полна намеков. И то, что с Порошенко встретились раньше, чем с Путиным, тоже откровенный знак, делятся дипломаты. А вот стоит ли искать намеки в том, что происходило вокруг встречи с Трампом, страна всю эту неделю гадала. На ней был и человек, который эту встречу готовил. Украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый. Я могу сейчас предсказать секрет что была величезная противодействие этому встрече. И эта противодействие шла с разных сторон и, на жаль, также с некоторых политических сил в самой Украине. Через лоббистов, через такой вплив. И, очевидно, с Россией. О чем конкретно речь, дипломат рассказывать не может. Но, по информации журналистов из Пула Белого дома, лоббисты выходили и на окружение Трампа, и даже на его семью, пытаясь сорвать переговоры. А когда они все же состоялись, то обросли огромным количеством фейков. Мол, встреча не настоящая, ведь возле президентов не было украинского флага. Хотя в американской службе протокола нам сообщили, флаг другой стороны в овальном кабинете в принципе не ставят. Мол, говорили буквально на ходу. Хотя встреча длилась около получаса. общались напрямую по-английски. Так, как все общаются с английскими, это фактически делает долгими обговорения. И те, кто скажут, что не можно за 30 минут провести переговоры по всем моментам, которые нас интересуют, они, мабуть, не умеют работать так, как работает президент Порошенко и его команда. Причем говорили не только президенты. По свидетельству людей, которые были в овальном кабинете, в разговоре участвовали все. И из него стало понятно. И Майк Пенс, и советник по нацбезопасности Макмастер симпатизируют Украине. Еще один человек из команды поддержки Джеймс Мэттис, новый глава Пентагона, он и раньше-то своих взглядов особо не скрывал, и сейчас откровенен. Сохранение санкций необходимо, как и более существенная поддержка Киева, Москва должна почувствовать, что время не на ее стороне. В дипломатических кругах говорят, именно генералу Мэттису Трамп поручил координировать военную помощь Украине, которую вскоре существенно расширят. Трамп, в принципе, делает сейчас ставку на армию, на оружие, перевооружение, на силу. Кеннеди был таким же, он не спустил бы Путину захват Крыма и все остальные угрозы. Он был реалистом, и, похоже, Трамп, для которого Кеннеди пример для подражания, тоже будет становиться все более жестким и решительным. Но когда же будет результат? Не останутся ли эти заявления лишь благими намерениями? Петр Порошенко уверен, счет идет на месяцы. К началу осени чиновники команды Трампа подтянутся в Киев. Два ответных визита уже подтверждены. Тогда-то и должны быть приняты решения, основу которых заложили сейчас. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Индер. Ну и Вашингтоном международная неделя для Украины не закончилась. Из американской столицы украинская делегация отправилась в Брюссель. Ну а уже в ближайшее время переговоры в нормандском формате. Встреча президентов Порошенко и Макрона, нового главы французского государства. И главная задача саммит большой двадцатки. Украина в этом формате не участвует, но наши дипломаты наверняка попытаются сделать так, чтобы позицию Киева там услышали. Сейчас на связи с нами наш корреспондент в Брюсселе. Елена Абрамович, и у нее узнаем, как такую дипломатическую активность Украины оценивают в Европе. Лена, приветствую. Скажи, как прошли встречи в Брюсселе и чего ждать от грядущей встречи президента Порошенко с президентом Макроном? Добрый вечер, Алексей. Петр Порошенко покинул Брюссель в приподнятом настроении. Украинский президент встретился с целым рядом политиков, в том числе и с Ангелой Меркель. Это была, пожалуй, главная европейская встреча. Канцлер Германии подтвердила, что Евросоюз намерен продлить экономические санкции в отношении России. Это ограничение против ряда российских компаний, и некоторые страны неохотно соглашаются идти на такой шаг. Именно поэтому подобные санкции продлеваются не автоматически, а с подачи лидеров стран нормандской четверки, Германии и Франции. К слову, французский президент Эммунель Макрон дебютировал на этом саммите, и довольно таки успешно. А теперь политики готовятся к встрече в формате большой двадцатки в Гамбурге. Она запланирована на 7-8 июля. Германия на правоохозяйке приоритетами назвала борьбу с изменением климата и поддержку свободной торговли. Это две темы, которые сейчас активно защищают Эммунель Макрон, а вот его главный оппонент Дональд Трамп. Кроме того, Макрон обещает помочь Украине перед саммитом и провести переговоры в нормандском формате по телефону. А до этого, уже в понедельник, французский президент встретится лично с Петром Порошенко. И здесь есть важный нюанс. Это произойдет в политической ситуации, которой давно не было во Франции, когда власть президента не ограничивается противодействием со стороны парламента по большинству вопросов. Триумф политической силы Макрона на парламентских выборах обеспечил ему, как говорят в Европе, наполеоновское могущество. И настроение у президента Франции соответствующее. Так что, когда заявляют, что Макрон попытается придать новый импульс французской политике, и внешней, и внутренней, это не просто словам. Он действительно на это способен. И скорее всего, это отразится на участии Франции в поиске решения конфликта на востоке Украины. Алексей. Спасибо, Лена. Это была моя коллега Елена Абрамович и из Брюсселя. Но тем временем на востоке Украины громкое перемирие. Сегодня на Донбасс приехала евроделегация и боевики активные атаки прекратили, но провокации продолжают. К примеру, напали на представителей миссии ОБСЕ, в оккупированной Ясиноватой. Наш Геннадий Вивденко всю неделю провел на передовой. Он побывал в Донецкой, в Луганской областях. Как же выглядит затишье на войне? Смотрите далее. Вы за раз что это? Это был разрыв? А вы за челли? Можливо, да. Можливо, так. Вот так проходит брифинг главы спецмониторинга ОБСЕ, Александра Хуга. Он заметно рассержен, ведь за несколько километров отсюда висиновата в его подопечных за день до этого стреляли и пытались выбить окна в машине миссии. Мы резко осуждаем какие-либо действия, препятствующие нашей работе, атаки на нас. Мы обращаемся к тем, кто контролирует те территории с призывом найти нарушителей, чтобы эти люди понесли ответственность. Боевики эпизодично продолжают накрывать огнем и мирные кварталы, и международных представителей. В этот раз миссия ОБСЕ приехала в Авдеевку. Город живет без газа. Сейчас там хотят возобновить инфраструктуру, но под обстрелами сделать это сложно. Не дают режиму тиши. Думаю, два месяца, и мы завершим газификацию Авдеевки и электроэнергию уже с контролированной территорией подвели. Газ подводим. Зараз працюем над тем, чтобы сделать достаточно много бюветов, для того, чтобы люди в случае чего мало того, в том числе и воду. К нам? Вообще, видимо, все. Не принесли. Давайте. Отойдем немножко. А как же ОБСЕ? А как же ОБСЕ? Ну, они ж ожидают, что сейчас откроется ответ. Только что открыли огонь по передвоим позициям украинских войск на шахте Бутовка. Видите, дым. Явно какой-то очень крупный калибр. Окупанты стреляют из запрещенных калибров. Это шахта Бутовка. В нескольких километрах от Авдеевки в момент встречи с ОБСЕ. На передовой уверены, боевики специально провоцируют, чтобы дискредитировать украинскую сторону. И такая ситуация по всей линии разграничения от Мариуполя до станицы Луганской. Противник уже в километре отсюда. Вот там дальше оккупированные поселки. Равнина. Военные называют это тонкоопасным направлением. Вот почему так важно занять возвышенность для того, чтобы контролировать здесь ситуацию. А это уже Луганская область. Район Бахмутской трассы. На днях тут были бои за поселок Желобок. Погибли 26 боевиков, в основном из России. Наши бойцы атаки отбили и закрепились на господствующих высотах. Позиции у нас тоже, как видели, асфальт немного покорежего. Тоже прилеты были. Видите, как они действуют. Они тактика неожиданности. То есть, сначала молчат где-то 3-3 недели. А потом могут резко, ну уже на расслабившихся наших бойцов отработать. Пока противник снизил активность. На Светодорской дуге лишь единичные обстрелы. Военные, они расслабляются, но у них появилось время немного отдохнуть. Командир читает. От места солнца, Томазо Кампанелло, этот еще мор, Томас Мор, тоже такая утопия. Ну, философски интересно, что по линии, какая держава там мая бута. Надыхаем. Надыхаем. Возможно, боевики снизили активность из-за них, европейских гостей. Сегодня на практически передовую приехали 3 посла и 2 евродепутата. Очень важно оценить ситуацию на территории конфликта. наше присутствие это солидарность с людьми, которые здесь живут, и теми, кто защищает страну. Противостояние российской агрессии это не шутка. Не каждая страна может взять на себя такой вызов. Евроделегация сейчас в Майорске потом едет в Авдеевку, чтобы проверить, как использовать помощь Евросоюза, и что нужно еще. Мы приехали посмотреть на условия, в которых находятся люди из той и с другой стороны, как пересекают эту линию разграничения. Хотим увидеть, как это все организовано, как действует здесь миссия ООН. А пока европейские гости осматривают контрольный пункт, люди пользуются временным затишнем. Две пожилые женщины из оккупированного Кировского едут в Бахмут за пенсией, едой и лекарствами. Не стреляют. Не стреляют. Ну да. Пока. Все вроде бы. Все вроде бы. И хотелось, чтобы было тихо. Ну извините, до свидания. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности недели. Телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. На этой неделе львовская мусорно-политическая эпопея достигла кульминации. Три народных депутата объявили голодовку, а во Львов постоянно ездили высокие киевские гости. И вот сегодня решение наконец-то найдено. Садовый передает полномочия по вывезению мусора губернатору. И город уже начали чистить. А вот что предшествовало генеральной уборке, знает Галина Якушко. Все подробности грязной проблемы смотрите в ее материале. Свершилось. Ближе к обеду пятницы мусор со львовских улиц начали вывозить. Убрали уже почти 140 тонн. Ради генеральной уборки коммунальщики обещают работать круглосуточно. Ведь фронт работ огромный. За эту неделю в городе скопилось рекордное количество мусора. Из половины баков отходы не вывозили больше месяца. Но как политические споры в грязной теме вышли на чистые решения? Львовская мусориада на этой неделе достигла кульминации. Глава самопомочи Олег Березюк перед честным депутатским собранием объявил голодовку. Я как человек, лекарь и народный депутат Украины принял экстраординарное для себя решение. Я оголошу голодование. Поддерживать львовян Березюк пошел на ступеньки к администрации президента. С собой взял только воду и книгу. Вскоре к нему присоединились и коллеги по фракции Оксана Сырыд и Тарас Пастух. Во Львове тоже не растерялись. Там начал голодать Березюк. Точнее начала. Чиновница ОГА Ольга Березюк расположилась под горсоветом на раскладном стуле. Но в отличие от Олега Ольга голодала против Андрея Садового. Ольга Березюк сдалась раньше своего однофамильца и голодовку прекратила. А вот Андрей Садовый и начинать не был готов. Андрей Садовый всю неделю принимал гостей из Киева. Сперва львовские мусорники инспектировала главный медик. После Ульяны Супрун принимали вице-премьера Геннадия Зубко. Я активно довучусь до того, чтобы другие соседние области могли запропоновать и подписать такие договора для того, чтобы все сметки выросли. Садовый пожаловался на блокаду и показал 200 отказов в приеме мусора. Но в Киеве требуют конкретных фактов. А правоохранители заинтересовались махинациями, связанными с вывозом мусора. В Львов спецкоммунтранс пришли с обысками. Вынесли несколько пакетов с документами, но что искали, неизвестно. Скажите, пожалуйста, что там? Из полиции. Сколько документов вы вылечили? Голодовки, политические визиты и обыски. Все это происходило на фоне неизменных мусорных куч. Пока львовский губернатор не заявил, что готов взять на себя груз отходов. Я вернулся с официальным листом до Львовского міського головы, в котором выклад готовность взять на себя ответственность за вывозение твердых погодовых отходов из города Львова. Андрей Садовый над предложением думал сутки. Вот сегодня заявил, готов передать полномочия по вывозу мусора. Я уверен, что в данной ситуации мы должны принять эту пропозицию. Она озвучена на четкий термин. Я понимаю, до начала президентских выборов на два года, но город должен жить и через два, и через три, и через пять, и через десять лет. Правда, за такое решение еще должны проголосовать львовские депутаты. Глина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности недели, телеканал Интер. И на сегодняшней пресс-конференции Андрей Садовый заявил, что немедленно отправляется в Киев на банковую к администрации президента, чтобы поддержать своих голодающих однопартийцев. Но при этом сам объявлять голодовку не собирается. А вот Олег Березюк пока стоит на своем. И несмотря на то, что из-за Львова уже начали вывозить мусор, прекращать протест не собирается. Я голодую не через смятя. Смятя – это куля, которую убивают и знущаются над людьми. Я голодую через знущение над людьми, центральной владой Украины. И прекращаю это голодование, когда центральная влада страны системно начнет вывозить смятя из Львова. Системно. Потому что до сегодняшнего дня, протягом пяти дней, ничего кроме популістических, политических, ганебных заяв не сделано. А после вчерашнего заявления губернатора, что город Львов должен что-то отдать и что-то заплатить, эта центральная влада выглядит как татаро-монгольское иго, которое оточило Львов за часы Данила Галицкого и требовало выкупу. Это ультиматум не меру садовому, это ультиматум громады. Место Львов выстоять и дальше быть вместе с другими, помогать Украине строить демократическую институцию, где центром ценностей и наибольшей ценность есть людина, ее жизнь и здоровье. Голодовка уже стала проверенным методом и политического пиара, и политической борьбы. Среди украинских политиков от нее никто не умер, но вот добились ли желаемого? Подробности недели собрали самые известные голодные протесты в Украине. Давайте вспомним, кто, когда и за что не ел. За голодным протестом Надежды Савченко в российской тюрьме без преувеличения следила вся страна. Немного поесть ее просили все, даже президент, а Савченко голодовки то прекращала, то снова возобновляла. Вот видео из ростовского суда. На кадрах значительно похудевшая Надежда. Но после продолжительных и демонстративных отказов от пищи, Надя быстро вернула прежнюю форму. Уже после возвращения в Украину Савченко пыталась использовать привычный прием, объявила голодовку, но очень быстро прекратила. А вот депутат-радикал Игорь Масийчук с помощью голодовки добивался встречи с тогдашним генпрокурором Шокиным. Осенью 2015-го народного избранника лишили неприкосновенности и арестовали по целому букету подозрений, в частности во взяточничестве. И тогда он объявил голодный протест. Встречи Масийчук так и не добился, но попал в больницу. Масийчук значительно похудел, немного побыл в СИЗО, но вскоре ему вернули неприкосновенность, а дело вернули в ГПУ. Против незаконного заключения голодали Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. В Лукеновском СИЗО Луценко отказывался от пищи почти месяц, когда суд в очередной раз продлил срок его ареста. Желаемого он не добился, но здоровье подорвал. Гроба есть, она иссует еще меньше с 2011-го года и подтверждена початком 2013-го года. Тимошенко в Качановской колонии объявляла голодовку трижды, последний раз осенью 2013-го. После отказа Януковича подписывает соглашение об ассоциации с ЕС. Но начало есть через несколько недель по просьбе активистов Майдана. Мы продолжим подробности недели, но после короткой паузы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую самых стойких зрителей подробностей недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Мы продолжаем цикл сюжетов о вырубке украинских лесов. Ведь деревья в нашей стране валят повсеместно. С молчаливого согласия правоохранителей и лесничих. Противостоять незаконному уничтожению пытаются только местные жители. Вот буквально на днях в нашу редакцию обратились люди из одного села в Ивано-Франковской области. Они утверждают, ситуация критическая. Карпатский лес уничтожает нещадно и бездумно а ценные деревья, которые не успевают вывезти, просто бросают в болото. Наш Руслан Смещук поехал на место. Говорит, масштабы вырубки действительно поражают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вначале мы едем на машине. Дальше только пешком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кольцам наши сопровождающие определяют возраст срубленных деревьев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под пилу пустили все. И столетние ели, и совсем молодые деревья. Хотя еще несколько лет назад в местном лесхозе обещали эту рощу не тронуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот интересный момент. Здесь вы можете видеть спиленные живые деревья. Так называемая деловая древесина, дорогая древесина. Из нее можно сделать что угодно. А вот тут стоит вполне сухое дерево. Хотя его должны были срезать в первую очередь, а не вот эти живые деревья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причина таких действий банальная. Жадность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрных дровосеков не останавливает никто и ничто. Ведь с помощью пилы они пилят себе состояние. А Карпатский лес исчезает. Темпы вырубки поражают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На восстановление вот этого участка нужно лет 70-80. Но, похоже, у леса этого времени попросту нет. Весь массив вырезают быстрее, чем он успевает восстановиться. Мы идем дальше мимо брошенных и гниющих стволов. Находим дорогу, по которой гусеничная техника вывозила бревна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно говоря, такие дороги я видел только на востоке страны, в зоне АТО. Но там идут боевые действия и двигаются танки. Ну а здесь мирная территория. Вскоре видим сотни, тысячи деревьев. Они просто лежат вдоль заболоченной дороги. Возможно, их не смогли забрать. Такого не видели даже местные жители. Выражения не подбирают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но наш поход не остается незамеченным. Появляется мужчина в камуфляже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но далеко незнакомец не уезжает. Мы его встречаем снова. Мужчина как будто следит за нами и кому-то докладывает по телефону. Вот с этого канала. Так, это мое посвящение. Да не требуем мне вашего посвящения. Показываю ему фото и видео поваленных деревьев, пней. Но он утверждает, все законно. Законно. Там молодые дерева и маленькие дерева. Вот это не наши цели. Это социальная рука, хлопцы. Но в головном кроссване не подошел. Что там стоит, слушается, их не берет. Как не слушается? Хлопцы сначала берут добрый лес, а позабирают. А потом лишают. А как лишают, хлопцы? Что вы говорите, дурник? Вы можете назвать имя, прозвище вашего посола? Митро Громан Иванович, мастер леса. Позже мы узнаем. Отец незнакомца – главный лесник. А брат работает в местной экологической инспекции. Газда на местном диалекте – это заботливый хозяин. Но похоже, что среди чиновников и работников леса таких мало. Напоследок я встречаюсь с бывшим мэром ближайшего райцентра на Дворной. Михаил Андреевич уже много лет борется с незаконными порубками. Но дело это очень тяжелое. Все прикрываются законом, да и крыша у черных дровосеков надежная. У власти работают люди, которые в селях крышуют, извините за вислив такой, прикрывают этот бизнес. Иногда люди видят, как правоохранители на своих личных машинах, иногда были выпадки на служебных машинах, сопровождают колонну с двух-трех потужных тягачей. И прикрывают бизнес не только местные представители власти. Есть патроны и посерьезней. В Киеве несколько политсил пытаются сделать своего ставленника смотрящим по лесу. Идет змагание между двумя или трьми политическими силами. Это и пошла борьба между ББП и Укропом за признать своего руководителя на эту посаду. А пока война с незаконной вырубкой леса не более чем имитация. И подковерная борьба за незаконный бизнес. Руслан Змещук, Вадим Ревун и Геннадий Потопенок. Подробности недели в телеканал Интер. На этом у меня все. Вы смотрели подробности недели с Алексеем Лихманом. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы.